Здравствуйте! В этом уроке мы рассмотрим передачу данных через UART с помощью DMA для микроконтроллера фирмы Melander. Пример будет доступен по ссылке. Первое, что мы, пожалуй, сделаем, это посмотрим, как данный пример работает живьем. Так, здесь есть ряд ошибок. В принципе, если попробовать еще раз, то он уже его нормально прошьет. Так, запускаем и снимаем текст. И вот они, нолики пошли. Если отправить, например, текстом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, то вот он, этот текст есть. Потому что один и тот же буфер у нас и приемным, и передающим является. Давайте посмотрим, как это все работает. Первое, что нам необходимо, это настроить непосредственно UART. UART передает данные через вот эту микросхему, которая подключена к выводам PC3 и PC4. Настройка UART здесь достаточно простая. У нас включается тактирование. Дальше здесь из интересного нужно поставить FUNC MAIN. Это уже рассматривалось в одном из предыдущих видео. Дело в том, что если поставить порт, то он будет работать, данный порт, только как порт. А main это как раз таки один из вариантов работы периферии. И необходимо сделать, естественно, режим цифровой. Дальше. Настройки UART достаточно стандартные. UART INI. Включаем UART. Все. Следующее, что нам необходимо, это уже включить TMA. Первое, с чем сталкиваются те, кто включает TMA, это то, что при включении прерываний от TMA общих вот это, мы тут же начинаем попадать в функцию прерываний от TMA. Это связано с аппаратной проблемой Melander, так как SPI, модуль SSP, будучи не затактированным и вообще выключенным, по умолчанию отправляет запросы на прерывание входа TMA. Для того, чтобы с этим бороться, необходимо фактически использовать вот такую вот функцию, где включается стактирование от всех SPI, которые есть в модуле, выключаются все прерывания, вообще все, и дальше выключается прерывание непосредственно от SPI. В принципе, вот этого уже должно хватать, остальное уже сделано так на всякий случай. И в самом начале необходимо использовать эту функцию перед тем, как настраивать любые другие DMA и вообще прерывания. Дальше. Как настраиваются DMA? Здесь я, пожалуй, пробегусь, исходя из того, что вы не особо хорошо владеете DMA. DMA – это прямой доступ к памяти, то есть некий модуль, который копирует данные из одной области памяти в другую область памяти. И для того, чтобы оно работало, фактически нужно ему сказать, откуда копировать, куда копировать, каких размеров то, что он копирует, ну и сколько надо копировать. В данном случае это и происходит. Мы указываем для приема в качестве адреса источника адрес регистра данных у ART1. Адрес назначения – это некий буфер. Естественно, адрес источника у нас не увеличивается, а адрес получателя увеличивается на единицу. В данном случае это byte. Размер передаваемых данных у нас тоже byte. Режим работы – это basic. Там есть еще ряд режимов работы, которые предназначены для работы с дыма в разных условиях. Cycle size – это… Там он говорит о том, сколько данных будет передано, ну сколько всего посылок будет сделано. В нашем случае это будет передано 10 байт. Если бы у нас было либо здесь не байты, а там half-word, либо просто word, то у нас бы передавалось бы там 10 по 2 байта и 10 по 4 байта соответственно. Дальше нам continuous – это количество повторных посылок, то есть сколько раз по 10 байт мы будем отправлять, ну либо принимать в данном случае. В нашем случае, естественно, один. Дальше выставляется приоритет и выставляются настройки пакетной передачи данных. Вообще, в технической документации я вычитал, что пакетная передача данных в Melander не поддерживается, но при этом это, как утверждается опять же там, это на скорость не влияет. Может быть, так как я в данном случае не специалист, то поверю на слово разработчикам данных микроконтроллеров. Хорошо. Дальше. Включаем инициализацию дыма. Включаем работу words дыма. Включаем само дыма. И включаем общие проживания по дыма. Аналогично настраиваются дыма для передач. Только здесь разница в том, что меняются местами буфер и регистр данных. Ну и здесь тоже все меняется местами. В остальном все то же самое. Об этом мы сейчас как раз поговорим. Теперь у нас все настроено и мы можем написать функцию прерываний от дыма. Так вот, в дыма мне не удалось найти, и скорее всего действительно нет никаких возможностей отличить, ну, штатных возможностей отличить прерывание с одного канала от дыма от прерывания от другого канала. И поэтому я придумал следующий алгоритм. Проверяется, включен ли канал дыма. Дело в том, что как дыма работает. Либо канал дыма просто не включен, и тогда не вызывает прерываний. Ну, в теории, на практике может быть все что угодно. Как показывает практика работы с данными микроконтроллерами, дыма здесь работает действительно плохо. Ну, как вы уже могли понять из моей предыдущей части лекции. Так вот, дыма либо просто не работает, тот или иной канал, либо когда он вызывает прерывание от дыма, он перед этим выключается. Таким образом, после того, как мы включили тот или иной канал дыма, выставляется флаг о том, что он включен. И когда мы попадаем в прерывание, при этом он будет уже выключен, но флаг будет выставлен в единицу. Таким образом, обработка каждого канала происходит, если этот канал выключен, но при этом флаг о том, что этот канал работает, включен. Этот алгоритм позволяет отличить один канал от другого. И что здесь происходит? Когда мы попадаем в прерывание по приему, мы выключаем дыма, переинициализируем его полностью и опять включаем. Почему необходимо дыма переинициализировать? Дело в том, что там устанавливается счетчик количества передаваемых данных. Как я понял, он пересчитывается в адрес начала и в адрес конца передач. И вот для того, чтобы передавать данные, дыма у себя аппаратно эти адреса инкрементирует. И в результате, если вы попытаетесь включить дыма еще раз, то он уже ничего второй раз передать не должен, так как у него эти адреса выставлены неправильно, а точнее должны вообще совпадать, как я понимаю. И для того, чтобы правильно все это установить, необходимо заново все это переинициализировать. Вообще, наверное, вы можете подметить, что гораздо быстрее было бы записать в регистры нужные адреса. Но, во-первых, в дыма просто в CMCC напрямую мне не удалось найти, как обратиться к этим регистрам. Но даже после того, как я все-таки обратился к ним уже по адресам и записал туда необходимые параметры, у меня дыма все равно не заработала. Если у вас удастся сделать так, чтобы дыма переинициализировать более быстро, чем вызовом функции дыма init, то расскажите мне, как вы это сделали. Мне удалось найти только вариант с дыма init, он надежно работает. Дальше мы будем в UART. Дыма от UART, как обычно, включаем, выставляем флаг о том, что все это работает, и принимаем данные. По передаче аналогично. Попали, все это выключили. Для того, чтобы передавать его заново, переинициализируем дыма, включаем, и он будет передавать. Данный флаг выставляется в единицу для того, чтобы, если мы send data два раза подряд вызовем, пока у нас все не передалось до этого, то, чтобы мы опять не запускали дыма в тот момент, пока оно работает. Вот, фактически так все это и работает. Очень надеюсь, что данный экскурс по этому примеру вам поможет разобраться в работе дыма для данных микроконтроллеров, так как это сложная и весьма проблемная область данных микроконтроллеров. Фактически, если работа с SPI, UART, ЦАП, ЦП и так далее, она очень простая в этих микроконтроллерах, то дыма работает криво, настраивается плохо, и вообще, если вы планируете работать с дыма на микроконтроллерах, то я бы на данный момент посоветовал вам посмотреть в сторону других микроконтроллеров, если, конечно, вас не требуют использования конкретной отечественной базы. Вот. Собственно, это все, что я хотел сказать на данную тему. Спасибо за внимание.